всем привет сегодня у нас чуть-чуть работы с миркой мы пробуем осваивать технологию полировки стекол на старом лобоше я чуть-чуть это пощупал как это выглядит что должно быть сейчас есть машина местная есть явно видны царапки да такие как бы так показать на камеру короче просто засеченное стекло дворниками штрихами от снега что у нас будет значит применяться в работе наждаки бронет тик специально для стекол 120 180 240 320 400 и а бронет 360 можно в принципе взять еще там 500 600 1000 паста для стекол один шаг как ни странно и как это правильно фетровый круг это бушка смысл фетровый круг то есть одна паста один круг процесс как бы длительный но на вот новенький это все работается на сухую без воды одной машинкой в общем для работы надо одна полировочная машинка есть же зачищается наждаки все на одной подошве специально с пылеотводом есть такая крышка которая собирает стекольную пыль потому что пыли довольно таки много приступим сначала стекло надо от моих рук она уже была почищена но я вот подошел руками за лапу надо обезжирить потому что жир который с рук у нас он мешает работе абразива то есть реально абразив будет забиваться в этом месте будет хуже работать надо очищать в общем процесс почти похожий на покрасочку все очищается обезжиривается наждачится и полирует сейчас можно и посмотреть какие царапки имеются весь процесс полировки на сухую поэтому ничего заклеивать не будем тут мусор если будет какой-то сейчас будем просто без пылеотвода покажем сколько сколько точится стекло то это сдувается воздухом вода не применяется вообще она тут просто не нужна я же сказал что тут да в перчатках потому что нам нужно будет контролировать температуру чтобы не перегреть и если жирненьким мацнем потом там будет наждак не работать в легком месте ну а вот это греет вот он греется посерьезно в общем как бы пыли идет много мы сейчас поставим пылеотвод чтобы не гадить машину и работать в чистоте и с пылеотводом не так сильно греется стекло так сколько надо да ну вот смотрите вот смотри края да 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 мы потом пройдем 400 и мы в мелкие подберем теперь переобули 400 сейчас попробуем по тем местам где шли и что не надо эти да уже да вот эти мы цепанем вот мелкие я думаю все таки может поставить новый ну я щас попробую на одну пяточку как оно расширить зону ну я щас попробую на одну пяточку как оно расширить зону так ну я пошел ниже да вот это ж не видно что оно как то оно не понятно опять же видно видно а раз и и как будто не лизит на стекле так вот не пойму я что возьмем допустим сюда да прошли все стекло после 400 с пятисоткой обролоном тяжелый тяжелый скажу так тяжелый процесс занял он минут 15 но на машинке надо лежать держать водить смотреть рукой щупать чтоб не перегреть пока вот тут пробовали на небольшом участке то оно легенько а уже на вертикальный в наклоне еще вверх подустал я так это еще не все это у нас был 500 сейчас 600 то же самое и 1000 то же самое только с каждым разом чуть-чуть надо расходиться вширь весело весело встретим новый год ну я так думаю стекло у нас часа два займет наверно так это у нас уже тысячка обролон было значит 500 обролон это вот он был 500 потом 600 и потом 1000 у нас сейчас установлено сюда тысячи потратили получается полторы штуки назовем тогда одну новую одну дорабатывали половиночку но у нас такие погибают довольно таки активно да ну сюда можно так сказать мы бушкой доработали кусочек остальное взяли новое если был бы новый можно было в одну в общей сложности каждого кроме крупных по одному штуке а крупных два теперь ну мы 400 несколько штук одевали теперь это единственная паста дать для стекол другой нет одна одна паста и один кружок фетровый он такой плотный жесткий в дальнейшем будем пробовать покупать себе начинать работать потому что давно мне эта тема была интересна но все не было возможности в живую попробовать да еще и как как положено как правильно это все делать делать та же машинка опять таки все той же только уже без пылеотвода потому что он не нужен что будем пробовать этот круг из чисел может переключиться а так не работает а так не работает а это же еще далеко не конец не конец желательно проходить два раза чтобы не уверен протереть потом на очистить посмотреть тоже тут при этом контролировать температуру надо она жареет да она нагревается гореть серьезно ну она тут такая уже градусов 45 я тут пощупаю ну да а гореть можно ну 3-3 ну 7-3 не превышает чтобы не рисковать 34 ну еще можно еще можно еще можно еще можно 43 44 ну ну теперь есть но края мы еще видим края видно на четко и тут еще все таки видно ну да вот то есть нажмите я мягкий кружок будет я поделаю чуть-чуть чуть-чуть меня смачали ано как раз работает ванта и вечно на всё слезы Я уверен, что всего одна паста и один круг, так что с логикой по полировке автомобиля не угадывай. Ну надо, первый номер, а кто-то один. Мелкие царапушки мы можем убирать и без гладзака. Короче, это надолго, да? Нет, чуть надо поработать. Не быстро, не быстро, это процесс как хотелось бы. Отсюда как бы и ценаж. Так, закончили процесс полировки. Долгий это, нудный процесс, как оказалось. Из такого, что самое важное для себя, я сейчас выяснил. Не столько сам последний этап полировки важен, как внимательное устранение нижних слоев царапин. Не знаю, будет видно на камеру или нет. Но вот тут еще такая легкая засеченность осталась. На камеру почти не видно ничего. Это именно какой-то из этапов на работе наждаком просто пропущен. Потому что не видно, что ты делаешь наждаком. И нужно делать это равномерно, планомерно, точно, внимательно. Поэтому будем тренироваться, будем пробовать развиваться. Но сама система работает, потому что засечек никаких нет на стекле. Все нормально, все красиво, ровно и хорошо блестит и прозрачно самое главное. Так, в дальнейшем из расходников это куча наждака, одна паста и один круг. В принципе, одной машинкой тоже можно справиться вполне. Я попробовал на эксцентрике полировать. Получается, работает. Тоже будем пробовать, щупать, развиваться. Все, вопросов пока мне никаких не задавайте, потому что я в этом еще сам не разобрался. Так, какие-то легкие начинания в познаваниях. Если, наоборот, у кого-то есть инфа по этому поводу, лучше напишите. Может, мы что-то упустили, что-то пропустили. Будет, я думаю, всем полезно. Всем пока.